И из Бодрума мы выехали, приехали снова в сторону Миляс, сели перекусить, наконец-то. Хорошее место, знаете, здесь лес и вот здесь вот небольшая речка. Сейчас я вам поснимаю немножко. Вот видите, какая здесь лесополоса. Я не знаю, вам слышно шум водички или нет. Ну, конечно, не река, но такая небольшая речка. Я взяла крылышки, давно не ела. Зуля заказала рыбку. Муж, по-моему, что-то там, шашлык какой-то. Ну, почему-то не принесли даже не зеленой травки. Обычно вот я всегда говорю, что мне нравится в Турции, что приносят салат сразу. Здесь нет. Дети едят свою кашку. И куда что партий засунут, тоже все в рот попадает. Вот здесь речка небольшая, потекает. Но что мне здесь понравилось? Здесь спокойно. И принесли наш заказ очень быстро. И, конечно же, здесь животные. Собачка, кошки. Что нравится Аслану. Он любит животных. После вкусного обеда, ужина, можно и покататься. По традиции. Какие довольные они. Аслан, дегра, солнышки. Всем привет, всем привет, мои хорошие. Сейчас у нас время приема фруктов. У нас апельсин, банан, немножко пол яблока и пол груши. Апельсины они у меня едят давно. Любят бананы, естественно. Грушу так себе. Не скажу, что кто-то из них очень сильно любит грушу, яблоки любят. Асланчик тут занят. Как обычно, куда-то нажимает у мамы тут. Да чем? Что, рыбку готовим? Что мы здесь готовим? Все. Он вечно что-то там нажимает. Пойдем, солнышко, фрукты кушать? Идешь? Идем. Всем привет, мои хорошие. Сегодня у нас в гостях Заловка и муж ее. Они принесли жареную рыбу. Для деток и для нас, естественно. Мелкая жареная рыба. Называется она... Сардалия, да, Мябу? Хамси. Сардалия? Сардалия. Хамси и сардалия. Одна из полезнейших рыбок. Вот она. Надеюсь, детки покушают. Я очень на это надеюсь. Асланчик ждет. Ты ждешь, да, солнышко? Пойдя, сейчас зефрашки тоже заберу. Я надеюсь, что они покушают эту рыбку. Потому что до этого я не давала им такую рыбку. Я давала другую. Думаю, вкусная. Думаю, что поедет. Солнышко, пойдем рыбку кушать. Пойдешь с мамой? Идем рыбку кушать. Пошли. Пойдем. Привет, привет, мои хорошие. Хотите лайфхак, чтобы малая кучка ваша не убежала? Вот так вот кладете ложку. Она никуда не убегает. По крайней мере, за 40 лет своей жизни, я не помню, чтобы у меня соскочило. Но при этом, конечно, огонь не должен быть очень сильным. Если будет очень сильным, оно будет вот так пыжиться-пыжиться и убежит. Видите, ложка соскальзывает. Ложка соскользнула. Короче, надежную ложку кладете сюда и все. Никуда не убежит. Убежала ложка. Это было без ложки. Без ложки же убежала. С ложкой убежала. А, ложка. Всем привет, мои хорошие. Мы с детьми вышли по магазинам пройтись. Крупы хотела им купить. Ну и продукты домой. Аслан вылакал весь компот. Бутылка была прям полная под горлышко. Доча заснула. Сидя. Все, маменька, все. Все, ничего не оставил ты. Все, ты все выпил. Весь компотик выпил. Даже сестренки не оставила. Она вон уснула. Она ушла в царство Морфея. Сейчас попытаемся спустить потихонечку ее с сидением. Сейчас тетя Зулечка спустит. Нельзя. Нельзя будет. Она бай-бай делает. Тихрашка делает бай-бай. Солнышко, нельзя. Спускай, спускай. Она спит. Все. И пеленочку достанет туда, пеленочку. Всем привет. У нас отличная погода. Октябрьский день. Вышли на район прогуляться. Дети, чтобы поддышали свежим воздухом у дороги. И заодно по магазинам. Можно закупить продукты. Сходили в один магазин. Хотела я там гречку взять, манную и крупу. Нету. Нету. У нас на районе не так легко найти гречку и манную и крупу. Не во всех магазинах бывают. Сейчас будем по одному, по одному вот так вот ходить и искать. Итак, не нашла я во втором маркете тоже. Даже гречку не нашла. Сейчас идем в ближайший Мигрос. Мигрос не она должна быть. Надеюсь, найду. В маркетах ничего не снимала, потому что быстренько захожу, быстренько выхожу. Чтоб дети не капризничали. Зихрашка заснула. Зулечка что-то там достает. Что там, Зуль? А, она красится. Что ты там хочешь? Само дерево красивое. Посмотри. Осланчик грызет под чинюшки. Тетя Той Тойсик. Пошли. Это наш район. Детская площадка. Всегда мы пришли один раз. Что там нам здесь не понравилось? Что не понравилось? Я не помню. Было мокрое. Мы сюда пришли только один раз. И так ходим прямо возле дома, который на детскую площадку. Сегодня мы не были. Сегодня бабуля приходила, забрала осланчика. Они пошли в магазин, погуляли. И потом она рассказывает. Он говорит, ко всем собакам и кошкам подходит. Егор, конечно, подходит. Он любит животных. Они же, говорит, кусаются. А вдруг нападут. В принципе, она права. Все может быть. Нам до ближайшего микроса идти минут 10. С коляской, наверное, чуть побольше. Потому что в Турции нормальных дорог для коляски нет. Но это не только в Турции. В Дагестане то же самое. В России, наверное, есть хорошие тротуары. У нас в Дагестане тоже с этим проблемой. Поэтому я как-то на это не жалуюсь. Просто говорю о том, что это так. Они могут машину свою припарковать на тротуарах. Поэтому приходится часто ездить именно по дороге, где проезжают машины. Автобусные остановки, видите, обозначены вот так вот. Автобус. Так, пока закрываюсь временно. Были мы уже в трех супермаркетах. И в Мигросе тоже нет. Ни кукурузной крупы, ни манной, ни гречки. Кроме макарон, булгура и чечевицы, они ничего не едят. Господи! Когда мне не надо, я нарывалась на гречку. Она была чуть ли не в каждом маркете. А сейчас чего-то нету. Или спросом она перестала пользоваться. Ну, в принципе, она у турок-то особо и не пользовалась спросом. Они особо и не знали, что это за крупа и как ее готовят. У меня, я когда покупала, несколько раз даже в магазинах, на кассе спрашивали, а как ее готовить. Ну, чтобы до такой степени прям не было, ну, я не знаю. Дети, кстати, оба уснулись. Пя-я-я-я, как ангелочки. Мои хорошие, в итоге, конечно, я ничего не нашла. Ну, мы купили много чего другого, конечно, во всех маркетах по чуть-чуть. Зашли теперь недалеко от дома. У нас открыли кондитерскую. Для меня это было открытие. Я пришла в магазин и смотрю, кондитерская появилась. Зашли попить чаю. Декрашка проснулась. Ознанчик спит. Мы взяли печенюшки для пробу всякие разные-разные. Попробуем. Так они на вкус. Ну, я думаю, неплохо. Кондитерская такая аккуратная. Пока все новое. Она находится прямо напротив нашего супермаркета Авджи. Очень удобно, кстати. Вышел, дома чай заваривать не хочешь. Прибежал, так чаю попил, спеченюшки. И обратно домой. Всем приятного чая пить и аппетита. Есть у нас за столом так же, как и мы. Всем привет! Так, мы вернулись с детяшками и с детяшками с прогулки. Сегодня приходила бабуля днем и принесла нам супчик для детей. Это йогуртовый суп. Здесь нухут я вижу, йогурт. И типа перловка. Нет, не перловка. Скорее, это пшеница, наверное, крупная. Буда, это пшеница, да. Он должен быть кисленький, этот суп. Да, кисленький. Лимон, потому что сюда добавляют. Пару раза она готовила его деткам. Они ели. Но это было несколько месяцев назад. Тот супчик был без нухута. Посмотрим, сидят они на этот раз или нет. Бабуля старалась. Надеюсь, что сидят. Продолжение следует...